Всем привет, меня зовут Руслана, моей собаке Лёля нет, потому что она где-то гуляет там. Вот, и сегодня я вам расскажу очень странные истории. Очень странные, по моему мнению. Они жуткие такие, прям, связанные, короче, с мистическим. Не знаю, может вы так не поверите, но всё такое, я не думаю, правда, такое было. Ну что ж, давайте мы начнём. И я начну с историй, сначала не очень жутких, и до самых странных. Так, первая история, она произошла, она даже была где-то, длилась у меня на протяжении года. И где-то была тоже год назад, у меня это уже сошло. Короче, было так. Если я, в общем, нахожусь чаще всего у бабушки, почему-то у моей прабабушки, она живёт на квартире, квартира уже такая довольно старая, ну, где-то в центре города, можно сказать. Ну, не то, что она там шикарная, всё такое, вот приезжает мне в гости. И почему-то, когда я заходила за угол, и даже это было чаще всего у меня дома такое было, вот я заходила за угол, у меня, короче, сначала отсемнело в глазах, вроде всё становилось темно, у меня даже такое иногда сейчас бывает. И я, когда заходила за угол и шла там по коридору, я, в общем, видела силуэты чёрных людей, и маме это рассказывала. Чёрные силуэты, то есть, сейчас, например, там один человек облокачивается, такой чисто чёрный силуэт человека облокачивается так на стену, там второй человек там сидит на стуле, и каждый что-то делает, и меня это очень пугало, но это у меня прошло, слава богу, и я надеюсь, чтобы у меня больше не начиналось такого. Так, и, кстати, вот эту пандерку мне мама привезла из отоли, няшка. Скоро мне привезут саке и кровать со стеллажом, ещё что-то там, я сниму всё, как у меня в комнате поменяется, а сейчас у меня диван. Следующая история произошла, когда мы были, я была у одноклассницы в гостях, у неё тоже есть свой ютуб-канал, я ей на ютуб-канал, оставлю ссылку в описании, ну или на какое-нибудь её видео. У неё ещё нет подписчиков, но она снимает видео тоже про животных, так что подписывайтесь на неё. И, в общем, когда я была у неё в гостях, у неё же есть как бы собака, мне сказка овчарка, Роза зовут. И тогда была зима, вот этой зимой, которая была, мы, в общем, уже как бы темно, мы идём вечером кататься на саках, то есть вдоль улицы, там вот, там где, не помню, как называется, там где следы от шина остаются, там лёд был. И, то есть, мы прицепляли, нашли ку собаки, в общем, как он называется, поводок. Я скатала, так как с горки было, ей собаке намного легче было ездить, я скатала, в общем. И, то есть, с одной стороны улицы, вот, к примеру, вот тут её дом, вот это идёт улица, и в этой стороне тут лес, в общем, то есть с двух сторон лес, вот так вот вокруг, это Таврово. Вот. И с этой стороны лес, так вот мы доехали, и там остановились, просто посидеть устали уже, потому что, чтобы собака так катила нас, один человек должен сидеть, а второй бежать, чтобы собака бежала за ним. И так вот каждому по очереди бегали и устали, сели, и сели спиной к лесу, там как бы темно, фонари горят, а перед нами собака сидит. Мы смотрим, смотрим, и тут она начинает смотреть в лес и поворачивать вот так голову. И, то есть, она смотрит не на нас, а смотрит куда-то вот прям в лес, или вверх, или посередине, там было непонятно. Смотрит, поворачивает вот так вот голову и начинает лаять. А мы просто сидим там вот, общаемся, тихо, ничего такого. Мы там пересрались, я вам говорю, это был капец. В общем, мы со всей дури взяли эти санки еле-еле, мы чуть их там не оставили, побежали до дома, до дома там было дома три, наверное, ну, немного. И причем там же в горку, вот мы побежали до дома, чуть там не померли и не выходили в этот вечер на улицу. Это было очень страшно, кошмар. И мы так не поняли, на что там собака смотрела. Я когда оглянулась назад, когда бежали, я ничего не видела, но это нас напугало. Это уже когда у нас появился Миша. Миша, это моя собака большая, кто не знает. Вот, и... А сейчас скажу вам. И, в общем, когда я с ним гуляла, вечером тоже было темно, это было где-то в сентябре. Я с ним гуляю, погода более-менее нормальная, темно, уже фонари горят. Вот, и я, значит, с ним так гуляю, иду там, ну, как бы, темно, никого нет. И я вот слышу, как будто за мной сзади кто-то идет. Вот чисто шаги такие, ну, как бы, ну, знаете, как бы, идет, и так вот, как бы, от обуви слышен звук. Но я, как бы, не обратила на это внимание. Потом еще раз слышу, как бы, ну, он пропал, а потом еще раз появился. То есть такая, глянулась назад, там никого нет, просто фонари вот так вот в улице горят, и ничего. Вот. Но потом, хм-хм, началось кое-что нехорошее. Значит, это что-то, какие-то шаги, они начали приближаться ко мне, и как будто прошли прям рядом передо мной, и идут как будто передо мной звук. Я ничего перед собой не вижу, но Миша видит. Он начал, короче, так же поворачивать голову, смотреть, и начал лаять и рваться вперед, хотя он всегда идет спокойно, как-то так, по-роду спокойная. Он всегда идет спокойно, но тут он начал рваться вперед и лаять. Я такая, Миша, типа, нельзя, вот, все такое, там, Миша, фу, нельзя, нельзя, вот, тяну я в этот поводок, он все равно рвется, лает, и я не понимаю, что происходит. И шаги просто, они как будто прекратились, как будто остановились, знаете, вот этот человек идет, топ-топ-топ-топ-топ, остановился. И звук прекратился, такая, фух, так, вроде все, Миша, Миша, успокойся, и собака успокоилась, да. Но нет, она не успокоилась. Я такая, блин, короче, мне как-то стало страшно, и я пошла, думаю, ну пойду обратно лучше домой, так как я недалеко от дома отошла, то есть вот, вот так вот идет склон от моего дома, и вот так идет вниз, как бы, обычная дорога, тут дома сбоку, недалеко от дома отошла, дома домов на 5, так, наверное, начала идти назад, и шаги опять появились. Фух, вы бы знали, с какой скоростью я бежала. За мной собака не успевала, понимаете, это было, мне так было страшно, я думаю, я там помру, у меня чуть сердце не выскочило. И когда я бежала, шаги ускоряются, то есть еще быстрее, как будто кто-то так же бежит за мной, то есть это не мои шаги, это чьи-то другие. И я добежала до дома, вроде все нормально, успокоилась, собака тоже успокоилась, вот, больше такого не было. Для меня самая жуткая, после которой мне снились кошмары, ну, одну ночь, ну или две, я не помню. В общем, это было в четвертом классе, я сейчас в шестом классе, вот, и это было в четвертом классе, и такая погода, по-моему, осень была или весна, но, в общем, погода такая слякоть, в общем, я не помню, что это за день, какое-то время, по-моему, это не важно. У нас в школе, прямо на территории школы, есть, в общем, такой, типа, погреб большой, но он именно на территории, не под школой. Вот, и там есть, он идет на протяжении, можно сказать, всей школы сбоку, ну, может, чуть меньше. И там есть дверь, синяя и под замком, и там где-то вот, ну, такая, может, щель. И в этом погребе, ну, типа, кто-то говорил, что там раньше овощи хранились, кто говорил, что это бомбоубежище, кто говорил, что это какой-то склад оружия, короче, непонятно. Сейчас там, ну, там разные парты стоят, стулья, все такое, но там очень жутко, так как в одном месте стоит. Там парты, там все такое, а дальше там идет чисто стена, и сверху такое есть промежуток, вот такой небольшой, и там видно, что там он продолжается очень длинно, очень далеко. И с другой стороны, там, вот с этого конца, там есть еще вот такое вот отверстие небольшое, ну, что такое вот. И там как бы из кирпичей и видно там что-то, ну, не особо хорошо. Вот, на потолке там висят разные фигнюшки, там эти мох, все такое, вообще жутко. Вот. И до этого, до этого момента, о котором я вам сейчас расскажу, я туда ни разу не заходила, не знала, что там находится. И мы думали, что там мы еще с одноклассницей, с которой я еще рассказала предыдущую историю, позапрошлую точнее. То есть, сейчас, господи, я забыла. Ах, мазерпока. Так, мы с ней верили во все такое суеверное там, еще придумали мы с ней, типа, такое, точнее я придумала, ну, большая часть, короче, большая часть я придумала легенду там про нашу школу, про злого учителя, но это я в каком-нибудь другом видео расскажу. Вот, и в общем, мы решили, типа, вызвать призрака, и там что-то кто-то у нас прочитал из нашей команды, ну, как команда, господи. Я, она, потом еще там девочка, короче, человек пять из нашего класса, все девочки. Вот. И, в общем, я, ну, там кто-то, ой, я загавкала, господи, у нас Миша гуляет там по дворе, и она загавкала, увидела его через стекло, стеклянную дверь, господи, Юля, блин. Так вот, короче, кто-то представил, что, типа, надо взять какой-то платок обычный, горошек, ну, такой, типа, там у кого-то был платок, ну, носовой обычный. Кто-то, я не помню, кто-то есть, я вообще сказала, что, типа, призраки, и мне эта штука приходит. Но мы еще решили, она у нас же загорелся в жопе дым называется. Ну, я этот платочек, ну, сейчас, вот у меня тут носок лежит, вот так вот, типа, в эту щель, у двери. И так, типа, призрак, если ты здесь, там, приди, или что-то, призрак, если ты тут есть, эээ, господи, призрак, там, если ты тут, если ты тут здесь, подай нам знак. Ну, так, короче, раз пять сделали, и тут кое-что случилось. Короче, я вижу своими глазами, то есть, я такая, ой, ну, ничего не будет, господи, смотрю, в эту щель уже, пофиг, и тут, короче, из этой щели, снаружи замок есть, вылазит мужские вот так вот два пальца, вот так, прям из-за двери. То есть, вот так дверь, вот, к примеру, дверь, и вот так вот два мужских пальца, они прям широкие, то есть, вот такие мужские пальцы, и они были, почему-то, серые, серые пальцы, как в старину, какие-то, как из фильмов, ретро, каких-нибудь, вот. И в этот момент, я думаю, у меня становится сердце. Я где-то за одну секунду добежала до холма, то есть, вот это место, где вот этот погреб, там вот такой вот холм, мы всегда туда ходим с классом. Вот, я могу вам показать наглядно, вот, к примеру, вот эта вот, это вот эта дверь, и там, вот смотрите, дверь, она как, ну, к обычным размерам. У какой обычной двери, обычный, господи, ну, не знаю, у большей части двери и одинаковый размер. Вот, и то есть, я бежала где-то там до холма, именно до самого, до начала холма, там где-то метров так 30. И я, у меня, короче, я от этой двери до этого холма добежала, наверное, секунды, так, до 2. У меня, короче, ноги сами включились, и я такая, вжууу. И за мной одноклассницы бегут, кричат, типа, а-а-а, что случилось? Я такая, я, короче, видела, рассказывала, там все, и одноклассница, вот эта вторая, которая, с которой я в гостях была, она сказала, что она это тоже видела. То есть, понимаете, что это такое было, я не понимаю просто. То есть, и у меня всю ночь снились эти кошмары, чисто, это двери, вот эти два пальца вылазят, это кошмар. Я же рассказала это родителям, и знаете, что они делали? Мама сказала, типа, не выдумывая, бла-бла-бла-бла, а папа? Папа просто пришел ко мне в комнату, когда я засыпала, и он такой, а-а-а, и, короче, и за дверью вот так два пальца сделал. Я думала, я там, наверное, кирпичный завод открою, серьезно, потому что мне было так страшно, это капец. В общем, ребята, это было все, я все рассказала то, что помню, может, еще что-нибудь вспомню, сниму видео. Если вам это видео понравилось, то поставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и пишите какие-нибудь вопросы под этим видео, про меня, про животных, я хочу снять видео, типа, вопрос-ответ, вот, и, может быть, сниму видео о моих странных снах. Очень странных, которые вообще, там, есть сны такие обычные, там, ну, ничего такого, а есть прям странные и жуткие сны. И, может быть, сниму об этом видео, давайте под этим видео наберем 10 лайков, и всем пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok